Шикарно смотрится, потому что Doom получает всё то нужное, что ему не хватает, а именно армор. Ну да. Я в плане того, что Enigma, если не поймает Doom, то и гарантированно этот Black Hole сбивают. Но всё равно, мне почему-то в Arios Gaming кажется, что им очень нужен герыч пик, и всё будет хорошо у них. Но, с другой стороны, возможно, мы увидим Enigma, которая даже Black Hole-то не даст. В последнее время её используют чаще не для того, как герой, который даёт Black Hole, а который просто уверенно стоит лес или лайн, там, грубо говоря, просто потом приходит своими розочками и долонечками потушивают, и всё. Там Мекку собирает, и больше у них не требуют от неё, как правило. Да, я согласен, всё реже и реже можно увидеть BlinkTagger первым айтемом, он там, разумеется, после Сауринга. С другой стороны, здесь у Enigma особо нет никаких проблем добираться к цели. Есть Dark Seer с своим ускорением, на крайняк есть Wingas Fafnet. И такой герой, как Sven, ну, опять-таки, ситуативно на него лишний раз дать Black Hole тоже было бы полезно. Ну, если прям вот в теории идеального замеса взять, что прям ауешная драка 5 на 5, то вот сейчас Гирча, то есть под стяжку Dark Seer, Dark Seer стягивает сверху Black Hole, cooldown, ультует LD, и всё, ГГПП, яревая. Ну, а с другой стороны, мы понимаем, что минески не просто воськи, которые будут бегать в пятером, знаешь, дрянушком друг с другом, они всегда будут разродлены, всегда будет кто-то, кто будет сбивать Enigma и Black Hole. Вот, например, Лина, чем вам не сбивать, или со станом Doom, с Doom'ом Cold Snap Envokera, ну, тут полно всего. Если уж на верочку давать Black Hole, то только, наверное, БКБ, и то БКБ сбивается Doom'ом. Так что, такое все. Слушай, а хорошо звучит. Теория идеального замеса. А ты что, ни разу не слышал теорию идеального замеса? Это, да, старая тема, ты чё? Слушай, напиши книгу. Нет, это вы к Роману Лепехину обратитесь, это у него, с него как бы началась теория идеального замеса, так что он сам напишет, я думаю, рано или поздно об этом. Напинь, напинь все, когда выйдет, думаю, нечего бы сделать, будет мемуар писать. Ну, почему нет? Я, в свою очередь, думал, очень часто любители на саппорт, там, и так далее, и тому подобное, теория идеального вардинга де вардинга. Ну, ладно, это все такое круто. Ну, идеальный вардинг, это ситуативно. Сейчас это не актуально, поскольку вышло у нас весеннее чисткое обновление, здесь любой, кто не умеет вардить, научится прям сразу, никаких проблем с этим не испытает. Гирокоптер у нас уезжает последним баном от Минэск и Экс, не хотят видеть они этого героя, хотя вот лично для них в прошлой игре он зашел очень шикарно. Вот в тот момент, когда у него появилась Скадия, это прям такая точка разворот-переворота была в игре. Последний пик остался для ВДЖИЕНТИ, пик герой, который будет... Гирокоптера забанили, зажинают, что там Минэске шарят, прекрасно понимают, что этот герой сюда идеально зашел бы, ну, не знаете, что это будет добрать. Свона забрали, Спектра также в бане, что у нас осталось из таких, джиггернаут, ну, тут лондроид, окей. Причем, возможно, это будет лондроид медовый. Довавр отправит фармить, мы сегодня уже видали такую не раз, и, в принципе, о ДВ меде будет себя чувствовать шикарно. С другой стороны, и ДВАВРа можно отправить, потому что, вот, я пока не вижу какого-то жесткого роум-саппорта от Минэса, который будет сдавать движуху, делать игру в начале. Ну, Лина окей, но, опять-таки, есть варианты получше, с более лучшим контролем. Ну, тут руки развязаны. То есть, нынче очень модный и популярный Earth Spirit ушел от самих Минэссок на Сэсбан. Взять Леона, ну, с одной стороны, круто, ну, с другой стороны, набирает Леон, у них у каждого героя по контролю. Здесь БКБ мастхэв, ну, в первую очередь, разумеется для Инигов. Но, опять-таки, собираешь БКБ, эти накрывают думом. И более, Свен на твое БКБ разговаривает очень быстро. Ну, то ли делал андроид. Давайте Рубика на хайлайты, и все нормально будет. Ну, кстати говоря, почему бы нет? Блэкхолл воровать. Да я так понимаю, Минэски вообще рассчитывает на такой момент, что Блэкхолла в этой игре не будет. Да, скорее всего, и не будет. Как раз-таки мы не увидим, вряд ли. Это прям совсем, ну, знаешь, как последняя мера. То есть, Блэкхолл не будет первостепенной важности вот такой задачи. Вряд ли. Ник Сассасин. Все-таки решили взять в клешне Девавра. Не хотят. Ну, и ОД, и Нигма будут страдать от этого героя, понятное дело. Никс, который будет просто не прощать. Причем Девавр, это будет Медовый. Тимун на него садится. Да. Тимун. Тимун на Деваурия. И Джонни. И это Кэрри Друидс. Ну, я здесь отдаю свое предпочтение Минескам. Мне кажется, они пободрее. Вообще, сам факт того, что у каждого героя есть по контролю, уже в неком, в таком, некой подспорье у тебя есть под своими оппонентами. Но, опять-таки, здесь еще зависит от индивидуального исполнения, но тем не менее. Ну, что, разбирает, ребята, у нас поток героев. Получается, у нас оффлейновый Никс Ассасин. Дум будет начинать с леса. Там возьмет... Вот здесь, кстати говоря, интересно. Дум может взять крепца и играть, как вчера, Ксяу-8. Бегать, ромить. А может, прям с головой идти в леса. Но, Директора-8, у него вообще своя, как бы... Своё понимание игры. Своя дота, да, отдельно. Так что такое. Ну, это очень круто, несомненно. Ну, что ж, составы команд. Вэджи Юнити, который у нас сейчас проигрывает с учетом 0.1. Вэн у нас будет играть на Дарк Сири. Ахву сел у нас на Энигму. Тимун будет играть на Аугл Волдававаре. На Лондруиде будет играть Ахжик. И, кого-то еще я не представил, на Вэджи Фулл Спирит будет у нас играть Заки. Итак, в свою очередь, Тим Минески Икс, товарищ Джонни в оффлейне, будет играть у нас на таком чудесном герое, как Нюкс Ассасин. На Лине в миде будет... А, не в миде. Извиняюсь. Это будет саппорт Лина Икстинкт. Товарищ Канг будет играть на Кэри. Кэри, Инвокери. Икс снова будет играть у нас на Думе. И на Свене Иксник. Интересно. Нет, подожди, Канг это в миде? Мидовый инвокерок, да. Взял себе нулера. Я просто что-то не хочу похожий. Иксник, Икс Канг. Я просто думал, что Иксник стоял в прошлом раз на миде, но все же, ладно. Ну, я напоминаю, друзья, что матч у нас проходит в формате Бастл 3. В серии турнир Фома Сингл Элиминашн. Это значит, что если сейчас в Эджи Юнити закидывают, проигрывают, правильно будет сказать, то они завершают свое участие на данном инде. Соответственно, им сейчас нужно выигрывать по зарез. В первой игре они были близки к этому. Ой. 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 Тут такой меч на Свена. Черный. Ты первый раз такой меч увидишь? Да я вообще первый раз Свена видишь. Большой черный меч. Uncommon. На Свене. Блин, ну выглядит нормально. У Свена большой черный, да. Ладно, не судя. Расходятся, ребяточки, по лайнам. У нас никаких ранних замесов не произошло. Напоминаю, что мы счет 1-0, как вы можете видеть, встречи. Так что давайте уже переходить непосредственно к игре. Как мы видим, в миде у нас противостояние 1 на 1. Будет тут, кстати, если что, Doom. Doom причем ходит по вражескому резко, как себя дома не парится. Такой вообще. Оп, волка съел. Причем Doom на сапожочки. Да, он не собирается ставить в лесу. Это будет активный Doom. Очень круто. И здесь он настолько активный, что будет мешать Enigme. Darkseer будет ставить против Джонни. Тут неизвестно, кто кого больше накалять будет в целом-то. Darkseer со щитками или Джонни, который будет просто выжигать ему всю мангу. Ну, Джонни вообще закупился плотно. У него тангусы и 2 мангу. У него регены вообще лютейшие. Там без танга, если ошибаюсь, 5 в секунду. И самое главное здесь просто них с Асси вынести себе быстрее левел. Это очень круто. Что-то, кстати, тут Enigme, я смотрю, вытеснили из своего леса. Она вынуждена фармить так называемую точку Луа. Всеми любимую точку всех оффлейнеров. Да, на всех случаях Сентряк имеется. Мало ли, если что, там наглый Doom забанит перебан. Но Doom действительно сейчас играет очень нагло. Первый левел, 0 армора. Но вот один тангус у него остается. Здесь расчет идет на то, что сейчас Нова отправится на какую-то... Ну, не какую-то, а на руну. И что-нибудь интересное подловит. И с ней, соответственно, уже можно будет как-то сыграть. Там и на Довавру в мидлейн раскрыться. Ну, как у нас на третьем левеле взял себе Vex. Ой-ой-ой, хорошо. Сейчас играет Darkseer. Классно стопит Джонни. Джонни мана нет и очень сильно проседает. Конечно, мог он заюзать мангустики. Но это такое себе. Darkseer, в общем, отлично отыгрывает. Ну, самое главное, там уже скоро Сулринг. Должен появиться у Вена. И у них со следствием будет пристать очень сильно. Хотя вот топорик у него есть. Пока по ластхитам 6-3 против ДСа 6 на 1. Ну, а Эншелла возьмут свою, как ни крути. Такое вот решение от Минески Экс. Поставить агрессивный трипл лейн против... Так, зацепили у нас Вингу. Винга отстанилась. Warcry. Поняли, что Вингу не догнать. Стампа лондруида. Ну, какое-то просто... Разные цели здесь берут у нас Минески. Но должны все-таки убивать лондруиды. Мансует Агжит. Замансовал Астана. Ну и на развороте, может быть, попробовать убить Лину. Но Заки уже хочет давать. Экстингт уходит на ЛУХП. Да, тем временем у нас вот... Джонни... Уже Джонни так сильно гоняет под товаром. Он выдержит него тут... Проедать последний тангус, который у него есть. Больше нет хила, нет как-то такового. Неприятненько остается, неприятненько. Ошибается. Здесь Винга ошибается, Заки. Ну что ж, Экстингтаранчиста не вышел. А если останется по линии... А если останется по линии... Ну Заки убьет первым, да, это ФБ. ТФБ для Дума. И Линта выживает. Здесь еще можно Лундрейг нормально разогреть, но... Рор. В первую очередь там у нас... Дабавр, видите, забрал Лундрейг. Вот так же параллельно все произошло. Ну что? Все становится один-один. Суверинг появляется у нас в Энигме. Энигма левел 3.5. Там что-то сейчас еще и Дарксиро полетит. Дарксиро также Суверинг почти готов. Пришел к нему рецептик. Токарь, 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 Крепсат у нас по-прежнему за Лондруидом, несмотря на все тяжести жизни на верхней линии для него. Ну пока вот, мне кажется, для Минэске Экс вообще все очень-таки даже неплохо. Из-за заключения того, что Инвокер Фиданул. Вот это, наверное, единственный негативный момент. Тимун у нас справляется на нижнюю руну. Что у нас здесь выберут? Инвиз. Инвиз очень хорошо. Сейчас бы, конечно, какую-нибудь хастубу подловить в бутылки и загонять на этого Никс Ассина. Все говорят, Джонни-то у нас не максит МПЛ. Хотя, казалось бы, брали его против Дававара. Как раз-таки, наоборот, МПЛ он максит и максит Монобёр. Интересное решение. Очень сильно начинает накалять Дарксфер уже Джонни. С четвертым Майншелом уже сложновато, конечно, против этого героя стоять. Оно и понятно. Идем мы, конечно, к Крайнивам, подключиться к игре. Здесь у Аху уже готов. У него есть и Смокс, и Уринг. Левел скоро уже будет пятый. Соответственно, да ему, объективно говоря, даже боссоверс особо не нужен. Он просто вышел, кину Малифайса, а дальше как ситуация развернется. Ой, этот Дарксфер разобрали. Отличный выход от Дума. Без Дума даже разобрались с этим героем. Ну и теперь Джонни попроще стоять. Ну, самое главное, Джонни теперь есть левел шестой. Он скоро от себя. Ну, сейчас он уже дофармливает эту пачку. У него появляются Аркейн Тапки. И с Вендеттой, с Арканой можно уходить с линией, что-то придумать. Ну что, Каунт. Как же дела тут обстоят? Мы видим, он пытается Фезишки выформить. Ну да, с Фезами уже неплохо так будет по лицу разваливать. Но, как мы видим, это класс Векс. Да, Экзор взял сначала... Ну, в единичку, если что, чтобы уйти там, да. Санстрайк уйти в инвиз. То есть, понятное дело, что тебя могут постоянно выходить гонгать. Неприятно. Свен у нас идет по Крепстату 24 на 6 против Медведя 27 на 5. Медведя хоть гнобят, гнобят, но тем не менее свое там выносят. А на те время в виде спрятали в астрал Канга. И пошли тычки. Еще Энигма пришла. Канг должен умирать. Да, Канг склеился. Ну и... Ой, хороший Драгонслейд залетает у нас от Лины. Лина минус моментально Вин Гу дело, так же сама умирает. Мисс прокнул Тимона. Да ладно! Какой он фартовый. Кстати, еще можно забрать и товарища Икс Нову. У нас стоит пол хп, ультимейт отлично. Тимона трипл килл для ОД. Как он играет просто. Просто невероятно. Вот такое начало. 4-0. За Длавром. Тысяча на руках. У него все фраги пока он себе забрал. Ну и, понятное дело, он топовый понотворщик. Просто очень. Очень нужен Никс Ассасин. Он уже седьмой левел. Давно бы прибежал с Вендеттой. Наказал бы этого Двавра. А тут уже Вижен против него стоит. Ну да, да, да. Так что такое. Ну там с вами в Вардет, на случай Мавлис Инвокер уйдет в Гост Волк. Но на этом Вардетте можно как раз и про против Никс Ассасина отыграть. А на все время в Смаке бежит Нигма с Вингой. И Нигма есть шестой левел. Ну и манный Блэкхолл будет хватать сейчас. Откатится у него свой ринг. И причем, я смотрю, у нас опять выход на Инвокер выходит. Тут, видимо, тоже миссия загангать до смерти мид. Тут, если что, есть Дум. Но Дум пока без шестого. Вот он Блэкхолл. В одного Ганга. Канг-минус. Ну тут без шансов, понятное дело. Пытается драться у нас от снова. Очень больно, кстати, залетают тычки от ЛДФ. Прокает по нему Меллифейс. Четвером здесь Минески-Х. Поятное дело, продавать себе будет Ахфу. Это минус Ахфу. Остальные должны, наверное, отступить. Там Вендетти Джонни зацепил Тимуна. Тимуна также можно убивать. Откатился станут Лины. Да, Двавр также склесся. Винга ему ничем не поможет. Отсанется напоследок. Живет еще Тимун. Миссури, слушай, тычка. Ой-ой-ой. Как ему пропирался сейчас нереально. Не санул там. Немножко иксинг. Вообще, знаешь, все по-честному. Свою, буквально недавно там, минуту назад Двавр миссанул. Да, не по-моему. Ну, в итоге потеряли Нигму, ничего страшного. Нигма все свое дала, все что хотела. Можно могла спокойно отправляться в таверну. Ну и пока у нас проходила движуха, Двавр, ой, Двавр. Вон Друид у нас нафармил. Медасик. Вообще уже восьмой левел. Здесь Ахжит. 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 Джит. Ну, в свою очередь, Свинчик возвращается к себе в легкую линию. Шестой левел. Ну, вот я так понимаю, что, объективно говоря, их экспансия, агрессивная трепла, закончилась... Ну, не то, чтобы неудачей, но, наверное, на что-то более солидное они рассчитывали. Потому что Лондруида загнобить не получилось. Лондруид у нас топовый. Просто у него топовый Недворс. 3400. Несмотря на то, что Двавра там Фидонили по кулдаун. 5-0 идет Тимон. Зацепили у нас на нижней линии Свена. Свен под Берлифайсом. Есть последний тик, но и умирает. Слушай... Какой умирает? 10 хп остается. У кэри команды Минески. Сегодня какие-то прям все нереально пертые. Там Миссы проходят, там на лоу хп уходят. То в прошлой катке Винга, которую уже все похоронили, а она там стики Феррифайр. Там недоигровка самой команды была в целом. Ну еще становится 5-5. Давайте мы с вами посмотрим на графики. Здесь преимущество за G-Unity 1500+, по экспириенсу. У них также все ок. Ну вот он первый блоквол был. В локерах. Хотя, ну там ситуация без шансов была. На верочку дали. Нормально. Можно опять уходить в леса подфармить. Чем, собственно, у нас Энигма и занимается. С вами нужно как можно быстрее выформить себе доминатор. Понимает это Ник. Есть у него уже Хелм оф Айронвилл. И быстрее, быстрее уходить делать стаки. Лон Друид также скоро будет подключаться в игру. Ну как скоро? Здесь у него, что поденьгадывать, посмотрим. После Медаса 700 монет. В принципе, такая игра, которая сейчас проходит на карте, Лон Друида целиком и полностью устраивает. Его не трогает, он фармит себе Рейденс. Выформил Радик, все, ребята, добрый вечер. Поехали драться. Ну да, Радик еще фармить и фармить, так же. Приличное время пройдет до этого момента прекрасного. А пока Медведь фармит, нужно остальным членам команды ВГ Юнити как-то выигрывать время, развлекать своих оппонентов. Тут уже Нюкс, вот нашел Медведя. Или не нашел. Не, должен был видеть, конечно, Мишку. По идее. Ну, сместился на руну. Сейчас очень много, конечно, подскаутил информации для своей команды Джонни. Но ни у кого раскрываться не стал. Ну, банально ассиста рядом не было. Двамор очень много вынес. Почему же 9-й левел? Тимун, у него ПТ-шечка барабаны. Ну, и также Инвиз в бутылке. 5-0 идет. Ну, и по-прежнему у него топовый Нетворс. И действительно с Лондорой. Но, в свою очередь, Свен очень сильно остается. Свен, конечно, как раз-таки нужны стаки. Скилл билд. Фармящие здесь... Не поспоришь. Ну, до Энигма откатился Блэк Холл. Энигма выходит у нас в Мекку. Есть Хедреска. Там почти уже и Баклер готов. Интересно, как здесь вот в G-Unity будут решать вопрос по поводу минус армора. Он все-таки, как ни крути, мастхэв. Так будет ли в РФ? Ой, Свен, ну что ты делаешь? Как-то он вообще переоценил свои силы. Получает Doom в лицо у нас. Ах, фу. За Денайл его бинга. Отличная игра от Заки. Ускоряет себя Дарксир. И в итоге это размен один в один. Ну, и то, это Денай по сути. Воик снова подстрял под вакуум. Прожимает стики, пытается жить. Но нет. Не отпускает его Дарксир. Просто Эпик фейл. Размен потеряли Свена. Ну, вот Свена реально потеряли на... Так, стоп, стоп, стоп. Это Vanguard. Ну, в Дарксире. Ну. Нормально, нормально. Ну, оно и логично. Мека у Энигмы. Да, ну просто... Боевой Дарксир. Да-да-да. Здесь есть смысл и в Кримсон выйти. Все-таки с руки немало наваливает минус кекс. Но у них и Мэджик проказ также имеется вполне нехитный. Мне пока очень не нравится игра от Джонни. Вот сейчас вот разбивает он Смок вместе с Экстинктом. Но потому что он вынес хороший шестой левел. И там огромное количество Мэдэ тоже можно было закинуть. Ну, посмотрим, как на Сирас получится. Двавр не та цель. У Двавра Хоста бутылки. Да и Лондруида тяжело будет забрить. Прожимается, а Мишур уходит. Ну, вот нашел Медведя. Медведь пока без формы. Можно его подцепить. Влетает первый стат. Драгон Слэйв. Влагуну даже не пожалели на Лондруида. Это минус лон. Честно говоря, что-то профтакал. Мог же Мишкой подбежать и нажать. А здесь уже Двавр на Хосте. Но их сильно-то проблемы отстанется за доджил. Нет, не за доджил, Тимун. Краешку мы зацепили его. Да, совсем не так. Нормально. Конечно, могло вообще без разменов. Успел спрятать в Астрал инвокера. Ой, Ник опять пострел. Вот он, боевой Дарксир, который унижает Свена. По Тауру. Стенку даже потратил, не пожалел. Верение, в беде. Забрали инвокерочка. Даблкил для Укола Двавра. 7-0-0. Добрый вечер. Как-то фидунит минуски немножко. Немножко-немножко фидунит. Ну и сейчас вообще в G20 мог у Таршана заходить. Даже смотрятся, что у них медалейки нет. Но у них там Легата, Первый Виф. И Нигу. Ну и самое главное, забущенный. Просто забущенный. Отворуд Двавр, у которого все очень много. Который себе там, что у нас везет. Пока телепортик, но у него 2000 на руках. Да, здесь в Атос будет выходить Тимун. Ну и топ-4. Топ-4 Нетворса за VG Unity. Уже даже Энигма здесь опережает. Он за что-то венга на последнем месте. Но опять-таки, момент такой рабочий. ВG Unity разбивает Смок. Я думаю, вряд ли здесь будут забегать в Варажский лес. Чтоб сыграть там как-то от минуса и уверен зайти на Рошана. С полюсу бежу в Худжонник. Да. Ну что, неужели будут забирать Рошана так нагло? Но пока вариантов для минуски драться нет. Сван еще не боевая единица как таковая. Слишком мало у него айтемов. Есть тут отличный такой ультиматный Блэк Холл. Ну смотри, подтянулись. Торнадо Емпирио. Стан. Хороших Карапасов. Отличный Хэкс. Залетает. Свэн там, я слышу Блэк Холл. Есть, Блэк Холл по двоим. По двоим. Там сватнул Свинга еще неплохо. Подкопали Свэнчика. В итоге Свэн вылезал. Лоу-хэпшный очень у нас нюкс. Забрали Дарк Сфера, забрали Вингун. Так же понимаем, у нас Нигма уже под Думом после Блэк Холл. Это у нас, наверное, получилось два в одного. А Еггис у нас удовольствия. Ой, Крокни, корни прокнули по Кангу. Я думаю, тут просто с руки сейчас добьет Тимун. Хотя нет, тут вовремя подходит Инвокер. Не, сегодня день, когда все живут. Медверь, конечно, бежит из последних сил. Да ладно. Инвокер отлично дал, конечно. Торнадо засейвил себя. Так же Лундрей, так же успел... Ну, конечно же, успел растопочить с нейблуманом Девавара на Аркейн Арбе. Ну, давайте посмотрим мы здесь по файт-рекапу. Три в одного, Девавар для АИКС, для Девавара. Нормально, Минески вполне неплохо подрались. Вот уже СВ на третьем месте по Натворсу. Свин, конечно, нужно фармить. Что у нас там по стакам. Стаки в процессе. Будут, разумеется, здесь делаться. Не забанили, нужно Нику работать. И выходит у нас карри-команда Минески. Сашу я. Очередная Миндетта Джонни. Есть Сентряк от Энигмы, но как поздно! О, хороший стяжечка от Дарксера. В итоге нужно бежать. Энигма выживает. А есть Торнадо. Давайте подраться. Торнадо просто убивает. Торнадо просто убивает. Стампа Джонни. Миндетта Джонни один в один размен. Фраг очередной до Тимун. Но Тимун уже богоподобен. Да, сейчас бы, конечно, забрать Стрик с этого Д'Валера до какого-нибудь СВ на был бы очень здоров. Да, как ты с ним заберешь, у нее целая Эггис еще в кармашке, так что. Крайне проблематично это сделать. Смотрю, я на Дарксера, не пока вот Вен не палится. Значит, Клинсон Гварда. Взял все аркин тапки, 11-й левел. Блинк. Разумеется, очень четко здесь зайдет Блинк Даггер. А вот в те времена у нас Никс Ассасин рассчитывает на более такую позднюю, долгую игру. Прикупает себе Хэнд оф Мидос. Неплохо. Ну и выход на СВ на. Не успевает сюда Д'Валер. Будь Блинк Даггер, конечно, Астралом бы его приговорил. Но в те времена у нас в виде ДС закончился. Очень нагло сыграл, несомненно, Вен против троих. Ну, два ульта в него потратили. Развел, можно сказать, на скиллуху. Да, Лагуна Блэйд еще такой. Там кулдаун 70 секунд. Но без дума целых две минуты. Это, конечно, серьезное подспорье в следующем замесе будет. Напоминаю, друзья, что на сегодня это последняя игра в Юго-Восточной Азии на БТСе. Так, у нас все время в Джоне очередная Вендетта на Энигму. А Энигмы Блакпола нет на Исмеяка. Ахуй не успевает прожать. Спрятал себя в Астрал Д'Вавр. Д'Вавр без Блинка. Здесь нет эскейпов для него. Ну, а по Цей вот никакого нет в виде тиммейтов. Вот хотя Ландроид уже бежит с Венгой. Венга может спокойно склабнуть. Как же они хотят отдавать стрик. Конечно, не хотят. Как хорошо, что важно у вас. Димун. Ой, стяжка от Дарксира. Отлично, четверых. Мне все лагает. Ну и проблема. Огромная проблема у Свена. Свен так взобрели. Даблкил для Ландроида. Проблема у Дума. Дума буквально на одну тычку. Бежит за суицид от Рошана. Куда ж ты бежишь? Рошана нет. Его только забрали. Но теперь уже на Эншентов. Для Дума здесь должно быть шансов. Он просто бежит со всех ног. Его отсюда не отпустят. Да, приличное количество опыта получили за этот замес. Полторы тысячи голды, три тысячи по тебе. Что я думаю, забирают сверху. Сверху. И это что-то пофижено совсем для команды Минески Икс. Да, казалось бы, Девавр такой легкий. И вот вроде мы все вокруг него, а он один без блинка никуда не уйдет. Но тут-то было. Потянулась команда и развалили всем кабинетом. Девавр у нас 10.03. А там уже и Лондруид подключился во все. Девавр уйдет... видите прям совсем их не узнать также к свету пострял минус 4 отличная игра и минус 102 по любому вариант какой-то лютый фит у нас сегодня у нас сегодня фиде лиме по на то что фиде лиме потом и по всех не прощала здесь всех изначил да 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 здесь 2 просто двигает и маншот 304 идет тимон заходить на хайграунд какой веселый герой дойдешь себе радкликом убиваешь всех и не слышишь нормально сейчас все появится должны несколько драться там думу с ультимейтом скоро появится свой на инвокер на страна падает очередная вид это джонни очередной сентряк дум не успел дать запроследок даже дум я успел закинуть на 2 ворона 2 2 ада даже там спину зацепили также и него и него без маны него подкол цены а там не забрели но дум потрачено нет то ли половина как-то анимации не прорисуется у меня даже допустим крепочка добивает у меня поздно показывают задержкой количество золота который получил сейчас а реконструкция может какие-то ладно да это лаги вот часто жалуются мол когда начинает замес лагает вот я увидел сейчас дум махнул руками я не видел анимации думу чтобы в кого-то дал а там оказывается уже отдай убежал да это несомненно эта проблема не в железе это просто проблема в коннекшене то есть там серваки они тоже не только perfect world иногда подводят но и в принципе серваки доты на любом регионе также дают сбои то есть это нормальная практика по на творцом и джи юнте впереди 14000 вот по сравнению с первой игрой их пока вообще не узнать и что же сам можно сказать про минусы по экспириенсу десятка они впереди но я не думаю что в стратегия минусы кекс прямо вот так заточена под этого войда душ как-то слишком просто баксоном нет я имею ввиду по вот в первой катке то что у нас есть вводит мы сильны не вводит в бане и чё делать да не смог атакте временем тем временем у нас от айджи от вага точнее по кангу канг стал в лицо получает ну вот здесь опустили без шанса лимбокер стяжка очередной фраг здесь еще и лину под ловим и какая халява бина инверс таверну но только торжа на боте сдерживает в джи юнте для того чтобы не пойти на рампу да там сейчас пока 21 минута герой умирает и появляются достаточно быстро но тем не менее преимущество в джи юнте растет они действительно сейчас очень сильные радианс у медведя плюс медведь нас выходит в кирасу что делать с этим алкогом то вармс было звука бачка 10 секунд непонятно что делается нигмы которая также выходит в кб что делать с медведем скажи мне который тебе сейчас товар сломали вать просто левать просто он смотрел просто читает ковырять tower а то спа джонни джонни просто отходит это минус т3 глифа нет но я смотрю на этого свяна ропс ван свап хороший джонни здравствуйте подрозочка очень больно накричал еще медведь должен убирать стяжка адаптира сверху улту д минус 2 моментальная была колпа них у них минус 2 байбека от команды минески продолжается на драка джонни бегать на суды бкбшечки 3 байбека даже от минески не хотят проигрывать никого главного героя то нету дум в таверне да там потратили все ключевые ультимейты но тем не менее здесь на брак потери алис там хорошие там по троиму драться нечем нечего заливать просто с медведем пвп один на один у свяна добили у нас энигмы наконец-то также просто рад кликом идет стима тимун и убивать всех команда минески тут один остается инвокер и инвокер тоже должен не прощать да отлично да герой спасибо за отличного героя просто он очень нравится вот так вот тимун в первой игре у него было к сорок пятой полминуте один семь четыре когда да вот такое ощущение что он решил отыграться потому что он в первой игре стоял как раз таки против дымом было крайне тяжело и там его не жали вот он решил за всю боль как бы ребят давайте давайте покажу как я на нем играю все я думаю мы увидим в следующей игре и в первом бане не баня этого героя то точно несомненно небольшая музыкальная пауза и прорвемся на последнюю финальную катку сегодняшнего все не прям все быстро в три у нас слушают да друзья оставайтесь с нами никуда не уходить